Старт рейсов по маршруту Брест-Москва, аэропорт Шереметьево-Брест, события долгожданные. Путешественники прибывают в аэропорт, в буфете множество вкусных угощений, персонал готов зарегистрировать пассажиров. Ощущения самые разные, это знаковый день для нашего аэропорта, потому что 15 лет у нас не было прямых рейсов в Москву. Сегодня мы открываем новую страничку в жизни нашего аэропорта, открываем прямые регулярные рейсы Москва-Брест-Москва. Интерес огромен к российской столице, не только к Москве, но и к Санкт-Петербургу. Мы проводили исследования в Бресте, именно спрашивали мнения наших жителей города Бреста, куда они хотят лететь и сколько, как часто летать. Москва и Петербург это те города, в которые хотят люди летать и будут летать. Я периодически езжу командировки в Москву, и это такой удивительный рейс, что я в час выйду из дома в Козловичах, и я в 6 часов выйду в Москве, в 5 часов, а раньше целую ночь в поезде, и не сюда комфортно получается. Поэтому в Белавье хорошо. По громкой связи объявили начало регистрации на рейс. Будущие пассажиры аккуратно выставились в очередь. Самой первой стоит бревчанка Елена Цумик. Она еще не подозревает, что стала первой зарегистрированной пассажиркой, летящей в Москву. Но уже через пару мгновений ее ждет сюрприз. Лечу в Москву. Первый раз. Цель – туризм. Выбрала Брестский аэропорт, потому что это время. Два часа, и ты уже в Москве. Это радует. Среди пассажиров первого самолета была и бревчанка Татьяна, выигравшая поездку в конкурсе «Эссе. Почему я хочу полететь в Москву», организованного Брестским госполкомом. Ее желание было простым и в то же время по-матерински трепетным – навестить дочку, которая учится в Белокаменной столице. Писала о том, что хочу поверить опять в сказку, хочу поверить в Дедушку Мороза, хочу испытать удовольствие от полета. И так совпало, что моя дочь учится в Москве, и хотелось обрадовать в неочередной раз ее. Поэтому я уже говорила, в своем эссе отметила, что и после 45-ти хочется верить в сказку «Волшебство». И мне эту сказку «Волшебство» подарили. Наверное, очень сильно верила, хотела, стремилась и выразила все свои эмоции. И вот момент «Х». На взлетно-посадочную полосу Брестского аэропорта успешно приземлился космический Эмбраер-175. Борт украшен в этой стилистике в честь полета в космос «Первый белорусский» борт проведника «Белавия» Марины Василевской. Рейс на гостеприимной белорусской земле по традиции был встречен водяной аркой. Первый рейс самолета «Москва-Брест» успешно прибыл на землю города Надбугом. В самолете из Москвы прилетело порядка 72 человек. Давайте узнаем впечатления от полета. «Супер! Комфортно, быстро! Вообще очень довольны!» «Сколько поранее занял перейдет?» «Обещали час сорок, но прилетели мы пораньше, поэтому час тридцать, подозреваю!» «Полете еще пойдет?» «Конечно, обязательно!» «Прекрасная погода, для нас это хорошая погода. В нехорошую погоду мы не летаем, поэтому мы рады прилететь в Брест. Здорово, что открываются региональные аэропорты, появляются наши сети. Для меня прекрасный рейс, два часа протяженность, с удовольствием». Среди пассажиров первого рейса, прилетевших из Москвы, были и два человека, приковавших себе особое внимание. Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Игорь Угольников и генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец. Вместе с руководством города «Над Богом» почетные гости перерезали символичную красную ленту, ознаменовавшую начало успешного авиасотрудничества Бреста и Москвы. Работа по развитию авиасообщений еще не закончена. Сегодня госполком рассматривает вопрос удобного трансфера пассажиров из города «Над Богом» в аэропорт. «Что касается трансфера, сегодня мы для себя определили, что 77 маршрут с буковкой А будет по все рейсы, приходящие и уходящие, заходить в аэропорт. А по мере того, как мы будем наращивать наши возможности от потока, я думаю, мы будем решать эти вопросы с прямым, так скажем, трансфером в аэропорт и в город. Я думаю, что это все пассиво. Но тут надо, как Илья Павлович сказал, не испугнуть удачу, да, и от того, как будет нарастать поток, сохранить в первую очередь ценовую, так скажем, характеристику полетов для того, чтобы удержать его и тем самым максимально привлечь поток сюда пассажиров на нашу национальную авиакомпанию». Перспективы у аэропорта Брест интересные и привлекательные. Компания «Белавиа» рассматривает возможность полета из Бреста в Санкт-Петербург, Сочи и другие российские города. Не исключена возможность возобновления полетной программы в Калининград. Но опять-таки все будет зависеть от запросов и активности пассажиров. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Мантович. Новости Бреста. Новости Бреста.